Всем привет! Сегодня у меня на канале обзор очередной интересной китайской фронталочки под брендом BED, которую предоставил мне на обзор мой хороший друг и товарищ, который после просмотра у меня на канале видео про вот этот ультратег от той же самой компании впечатлился ножом, его качеством, изготовлением, ценой и решил заказать себе нечто побольшее, потому что он сам парень такой побольше, покрупнее и вот собственно результатом этой покупки является данный нож. Ссылку я оставлю там же покупался, где и этот нож. Понравилось, что мне, что товарищу работать с этим магазином. На самом деле я до конца никак не понимаю, откуда такие у ребят цены, что зачастую они ниже, чем Алиэкспресс, еще и главная скорость доставки, потому что для меня ожидается Алиэкспресс что-то по месяцу или больше, но это что-то невыносимое, учитывая, что в основном все идет через Новосибирск и через Москву во Владивосток. Это просто немыслимо. Ждать это все, когда приедет. Здесь все быстро, работает как часики и, видимо, ребята проверяют свои ножи, потому что, ну, с этого магазина было уже вот этот третий нож, вот этот четвертый, ну, пока, ребят, жалоб не было. Вот, ну и давайте посмотрим. Если, допустим, смотрите, здесь это не наглое копирование, это узнаваемая форма, но при этом другое оформление рукояти, совершенно другие клинки. Это касается что Дроппоинта, что Танта. То это нож с абсолютно собственным дизайном от компании Бет. Давайте посмотрим вовнутрь. Речь сегодня пойдет о ноже Паладин. Сегодня это Спирпоинт. И мне что очень понравилось, что в комплекте идет пружинка и болтики. На самом деле, у меня есть в коллекции оригинальный Ультратек обновленный, и я слышал, что у них частенько лопаются пружины, поэтому, когда я его заказывал со штатов, я отдельно заказывал комплект пружин, отдельно заказывал к нему кнопку, потому что есть у меня план ее поменять, потому что кнопка абсолютно бестолковая оказалась и очень неудобная. То здесь вы покупаете, у вас все в комплекте, потеряли, не дай бог, винтик, всегда есть чем заменить, плюс есть запасная пружинка. Нож крупнее, чем Ультратек, чтобы вы понимали, примерно вот так вот. Нож на самом деле, вот этот нож мне очень понравился, я его сравнил с обычным стандартным Ультратеком, с настоящим от Майкротека. Кстати, наблюдатели могут заметить, что у меня почему-то серебристый Ультратек, хотя в обзоре был зеленый. Я вам открою секрет. Зеленый ушел к моему деду, потому что ему очень понравился обзор и сам нож. Я себе заказал просто новый, буквально сегодня его получил. И здесь с люфтами вся та же песня, что их почти нету. На самом деле, очень удачные фронталки. И вот тот же самый производитель сделал большего размера фронталку. Я вам честно скажу, что харизмы в ней еще больше. Вопрос только в том, что она тяжелее, больше. И, скажем, если этот нож можно носить с собой без проблем, здесь клинок до 90 мм, то здесь клинок, ребятки, побольше. Клинок у нас здесь с вами 103 мм. Это 3,5 мм в обухе. Сталь D2. Цельно, ну как бы вот, алюминиевые накладки. Причем на картинке, когда мы смотрели с моим товарищем этот нож, он со мной советовался по покупке, казалось, что нож абсолютно симметричный. Но это оказалось не так, он асимметричный. И когда берешь в руку, то ты понимаешь, где у тебя низ, а где у тебя верх. Четко понимаешь, рука очень здорово ложится. Что касаемо клипсы. Клипса примерно та же самая, единственное, немножко разное крепление. Ну и посадка тоже слегка разная. Здесь посадка может быть чуть-чуть совсем пониже. Но здесь нету никаких приспособлений, где можно закрепить темляк. Хотя вот здесь на манеру Эльтратека есть. Плюс еще одним моментом, почему мой товарищ решил заказать именно этот нож. Он является таким человеком, как это называется, старовер. Что покупать подделки вроде как плохо, что ли. И этот-то нельзя сказать, что это наглое копирование. Ну, я уже говорил, что это просто узнаваемая форма рукоятки. В остальном все другое. Я тоже так люблю делать. Покупаю какой-нибудь нож и доделываю в нем то, что, на мой взгляд, нужно было бы доделать. Я отношусь больше к этому так, потому что здесь нет логотипа. Майкротек, ну и все остальное. Здесь, ребята, давайте сейчас камеру немножко поближе для макро на свет вытащу. Значит, смотрите, тут все шикарно опять с подгонкой. Причем из-за того, что отсутствуют всякого рода вот такие вот моменты. Что, например, тут мне чумазенький нож. Я его уронил, если честно, в грязь, когда доставал, еще не домыл. Значит, вот у деда на том, на зеленом варианте, там чуть-чуть не попали они не соосно вот эти вот пропилы. На моем здесь все в порядке. А здесь, поскольку ничего такого нет, то и портить нечего. Поэтому здесь шанс, что у вас приедет как-то перекореженный, минимальный. Кнопка здесь, в отличие от ультратека, находится не на торце, а находится на передней части. И на самом деле это достаточно удобно. Что касаемо клинка. Я уже говорил, что это 3,5 мм в обухе, что это 103 мм длины, что это сталь D2. А теперь, ребятки, самое интересное. Самое интересное это, опять же, сведение. Сведение у данного ножа 0,5 и 0,6. Быть точнее, 0,45-0,58 у кончика. При таких высоких спусках нож режет очень неплохо. Я, к сожалению, успел им порезать только помидорку и бумагу. Отлично, заводская заточка сделана очень неплохо. И сама форма клинка, не знаю как кому, а мне напоминает очень ножи серии GECO от Steelville. Мне очень нравятся эти ножи и такой очень приятный такой дроп-поинт. Я вообще на фронталках достаточно спокойно отношусь к дроп-поинтам, но здесь, ребята, все очень здорово. Вес ножа 138 грамм. Это вполне небольшой вес для такого ножа. Учитывая, что здесь у нас алюминий, ну, D2 и механизм. Я вот, к сожалению, не вспомню, сколько весит хала, но тоже вот по ощущениям где-то вот, может, хала чуть-чуть, может быть, поменьше весит. Хотя могу ошибаться. Плюс, что я для себя отметил в этом ноже. Мне также понравилось, как обстоят здесь дела с люфтами. Что люфты здесь такие же минимальные, как на вот этом ультратеке. У меня сейчас, к сожалению, нет возможности сравнить его с оригинальным. Прямо показать вам его вживую. По одной простой причине, что сейчас оригинальный ультратек находится в Москве у Александра Азнама на обзоре. Вот. Поэтому сравниваю два вот этих ножа. Однозначно мне нож понравился. И я вам скажу больше. Чуть попозже я, наверное, продам свой ультратек китайский. По одной простой причине. Мне, ребята, очень хочется провернуть одну штуку. Я хочу заказать себе вот такой нож. Только в Tanta версии. С такой же длиной клинка. Tanta там точно такой же, как здесь. Только, ну, чуть-чуть другая пропорция. На манер халы сделать вот в этом месте полукруглую выемку. На хале она нужна чисто технически. Здесь она будет чисто декоративная. Плюс. Вот этот замечательный такой плюсик. Это то, что вот эта кнопка привинчена на всего одном винте. И вы ее можете открутить, не разбирая нож. И заказать такую кнопку, либо сделать самому при более-менее прямых руках вообще как делать нефиг. На самом деле, вот это можно заказать в любой ювелирке, да, чтобы вам отлили там из бронзы или еще что-то. Это можно заказать у тех, кто делает накладки на ножи из G10, из карбона. Я тоже думаю, это вообще не проблема и стоит недорого. Плюс сейчас на Алиэкспресс можно легко купить третьевые колбы, вставить сюда и получите такого вида, как HALA 3 за небольшие деньги. Нож с минимальными люфтами, из нормальной железки, с нормальным сведением. Как бы сразу скажу по сведению, что Tantos введен более топорно, тут до 0,7 бывает, да, что, ну вот на каких-то частях до 0,7, вот тут даже посмотрите, какой мощный кончик, видите, да. Вот, поэтому, но тем не менее, у вас будет за небольшие деньги вменяемый ножик, причем чисто так внешне, чем-то напоминая HALA, там с третьевой кнопкой будет просто шикарно. Единственное, что, может быть, этот нож не порадует левшей, потому что кнопка с одной стороны, клипсы не переставляемые. Но нож очень меня порадовал, будильник сработал, что пора уже ложиться спать, уже первый час ночи. Вот, давайте двери закрою, это у меня, чтобы я потом мудро мог встать на работу, будильник стоит. Вот, ну и в принципе, ребят, на этом все, нож крайне понравился, понравилась комплектация, понравилось исполнение, минимальные люфты, на самом деле, ребят, минимальные. Ну и, конечно, ребят, размер. С таким размером можно сделать все, что угодно, и даже в этом клинке, в дроппойнте, ну, нож просто секси, как говорят. Плюс наличие дульки, очень удобно при заточке, плюс отсутствие каких-либо долов на конкретном клинке, что меньше вероятность, что что-то у вас липкое, или какая-то грязь, или продукты попадут вовнутрь. На этом и все, всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok